Наш сегодняшний гость в студии, заместитель директора централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Елена Рогодянская. Здравствуйте, Елена. Добрый день, Максим. Ну, начнем с вопроса, который волнует, я думаю, не только меня, но и многих жителей нашего округа. Как проходит ремонт в библиотеке? Скоро ли увидим его финал? Очень надеюсь, что скоро. Ремонт идет полным ходом. Сейчас уже практически сделан наш конференц-зал, он уже готов. Дело осталось только за абонементом, читальным залом и холлом. Преобразится до неузнаваемости. Когда открытие, напомните? Открытие планируется 3 октября. Ну, несмотря на то, что происходят такие масштабные конструктивные изменения, библиотека, тем не менее, работает. Конечно. Расскажите, что же, скажем так, какие мероприятия приготовили работники библиотеки для посетителей? Ну, традиционно в Московской области в последнюю субботу августа проводится день открытых дверей во всех учреждениях культуры, в том числе и в библиотеках. И, естественно, наши библиотеки, все до единой библиотеки, даже центральная, находящаяся в состоянии ремонта, проводит этот день. И приготовила очень богатую программу. Поэтому приглашаю с удовольствием всех жителей Ленинского городского округа провести этот день в библиотеке. Центральная библиотека предлагает в числе прочих мероприятий караоке-баттл, несмотря на ремонт. Детская библиотека предлагает огромное количество мастер-классов по прикладному мастерству. Жасторгуевская библиотека презентует свои кружки. Те кружки, которые работали прежде, и новые, которые будут открыты с нового учебного года. Вообще все библиотеки предполагают в рамках дня открытых дверей презентацию своих кружков, своих новых возможностей. Поскольку библиотеки Московской области находятся все в стадии реорганизации, мы переходим к новым стандартам работы, к новым моделям работы. Не случайно центральная библиотека у нас будет называться теперь модельной библиотекой. Поскольку мы победители федерального конкурса на модельную библиотеку. Так что скоро, очень скоро мы предоставим совершенно новые возможности. А модельная-то что означает вообще этот термин? Модельная обозначает прежде всего создание новых пространств. Новое зонирование помещения библиотеки. То есть если прежде, мы привыкли к какому стереотепу? Приходишь в библиотеку, это место покоя, храм тишины, храм науки. Это все мы сохраняем. Но при этом новые вводные. Уже не только тишина должна быть в библиотеке. Библиотека предоставляет возможность не только почитать книги, не только узнать какие-то новинки, литературы, научные литературы и так далее. Но это площадка для стартапов. Это площадка для развивающих кружков и клубов детских и взрослых. То есть огромный спектр новых услуг мы будем оказывать в нашей модельной библиотеке. И не только в ней, и во всех библиотеках района. Я правильно понимаю, что даже сейчас, несмотря на то, что ремонт, скажем, только частично где-то закончен, уже на дня открытых дверей вы задействуете какие-то уже пространства новые? Безусловно. Безусловно. Приходите, у нас такие новинки интересные. У нас есть интерактивный пол, у нас есть интерактивная песочница, у нас есть караоке. Вот давайте еще раз к зрителям обратимся и пригласим их в конкретный день, в конкретное время. Дорогие наши читатели, настоящие и потенциальные, приглашаем вас в библиотеки Ленинского городского округа 26 августа. Целый день мы работаем для вас в рамках дня открытых дверей. Вас ждут мастер-классы, вас ждут экскурсии по библиотекам, вас ждут рассказы о новых возможностях наших библиотек. Квесты, квизы, караоке-баттл. Ну что ж, звучит очень заманчиво. И я вот лично, может быть, взяв семью, все-таки постараюсь вырваться и прийти. Приходите. Больше того, несколько наших библиотек участвуют в московской областной акции «Ночь кино». Поэтому у вас есть уникальная возможность посмотреть самые кассовые фильмы 23-го года. «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Ну тогда 100% нужно идти. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир и рассказали столько интересных вещей. А я напомню, что мы беседовали с заместителем директора централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Еленой Рогозянской. К другим новостям. Продолжение следует.